Ну вот рано или поздно в жизни человека возникает два вопроса. Первый, что я в жизни успел сделать. Самые одаренные, соответственно, построят дом, вырастят ребенка и посадят дерево. Самые неодаренные, но которые живут для себя, они посадят печень, вырастят животик и, соответственно, построят тещу. И в тот самый момент, когда все это сделано, возникает второй вопрос. А что дальше-то делать? Как дальше-то жить? Скучно и грустно, спиваться или нет? Я предлагаю другой вариант. Вспомнить молодость, чем мы занимались в детстве. Да, кое-кто из самых одаренных, опять же, может себе купить и спортивный автомобиль, и заниматься и ралли, и спортом. Если таких денег нет, а хочется, хочется погонять, почувствовать ражду скорости, это тоже легко можно сделать. Сейчас в распоряжении есть автомобили на радиоуправлении, на двигателях внутреннего сгорания, которые поставляют макхобби. Но мы пойдем дальше и научим вас не только гонять, но еще и плавать и летать. А еще при достижении определенного возраста начинаешь до конца осознавать, что каждый, по сути, живет только для себя. Сам себе вначале с удовольствием находит приключения, типа юношескую любовь, мелкие спиногрызы, улучшение жилищных условий. Но, по сути, никто же вас не заставлял, вы сами этого хотели. И в результате потеряли и жизнерадостность, и детский восторг. Вы типа крутые перцы, окей. Смотрите автостоп и завидуйте, и понимаете, что не все потеряно. А мы, вспомнив очередную детскую мечту, решили стать капитанами парусного флота. Что, яхта это дорого? Конечно. И Oracle, и Alinque стоят покруче Boeing. Но модели-то нет, а управлять и ходить галцами у нас можно хоть круглый год, спасибо комбинату. И для таких увлечений необходима резиновая лодка. Хотя, в случае с электричками, можно и на полуздохшем аккумуляторе дотянуть до стоянки. И в очередной раз дубьем по бестолковке кренделя, переквавшего подъезд к кощанке. Пусть с камышом зарастает место возможного водного экопарка. Ведь там, при небольших финансовых вложениях, ну поставь шлагбаум, гений, можно было устроить место водных с мая по ноябрь и ледяных гонок. Ну а мы погоняем на совсем серьезной технике, на которой и скорости немногим уступает скутеру. А по маневренности этот бешеный водный таракан уделает многих. Да, здесь все серьезно. Мощный двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением. Прочный корпус. И вы, пилот, в команде, в которой граждане России не представлены вовсе. Так же, как и в «Формуле». Так же, как и на гонках Луи Виттона. Но стать единой командой все-таки можно. И для этого посетите МакХобби. Да, конечно, я очень сильно радуюсь, когда заезжаю сюда, на Ленинградскую 5, в царство МакХобби. Именно здесь вы можете удовлетворить все свои детские и невостребованные амбиции. А вы можете сделать приятность еще своему шефу, ну или просто товарищу. Чтобы тот тоже погонял вместе с вами на скутере, либо на машинке. Может, полетаете на самолете. Но для этого надо еще учиться. А если у вас нет времени, или вы все-таки сторонник домашнего образа жизни, есть и такой вариант. Небольшие радиоуправляемые машинки от Киоша. Вот, пожалуйста, фурмус там в последней модели. Вот, можно гонять спокойно на ламинате, на паркете. Это еще интереснее. А можно и полетать, кстати, дома. Пошугать своих котов. И скоро придет сюда большое количество вот таких мини-вертолетов. Как они летают, ну, очень приятно. И вы их точно не разобьете. А теперь, на теперь задумайтесь. И ответьте мне на тот вопрос. Что вы в жизни хотите сделать? Есть у вас сейчас возможность и самореализоваться. И поэтому особо заморачиваться не надо. Удовольствие стоит недорого. И в зависимости от ваших потребностей, от 5 до, ну, до 25 тысяч рублей, вы себе приобретаете замечательный аналог в времяпровождении с бутылкой водки и в компании непонятно кого. Продолжение следует...